Дрифт в Крыму, все в дыму, на восторг зрителей заглушает даже виск резины. Двухдневный марафон, где, кажется, каждая команда задалась целью догнать и перегнать не только братьев по цеху, но и самих себя. От таких головокружительных трюков даже у зрителей кружится голова. Одни названия леденят кровь, цунами, мертвая петля и поцелуй смерти. А если не держаться за руль, смертельным может стать любой прыжок, тем более, что расстояние от трамплина до батута, на который раз за разом успешно приземляются мотоциклисты, составляет около 7 метров, без страховки и без поролоновой ямы внизу. И это не только ловкость рук, годы упорных тренировок, тем более, что на мотоцикл. Эти парни сели даже раньше, чем за школьные парты. Есть мастерство и есть люди, которые к нам приехали в гости, нас порадовать. Нам показать свое мастерство. Я вот им хотел сказать спасибо. Самые сильные мотогонщики России разрывают небо над Севастополем, подрев восхищенной толпы. И усмиряя по 70 лошадиных сил на каждого, за секунды свободного падения нарушают все законы природы. До Севастополя любители скорости и рока добирались и по суше, и по воде, и даже по воздуху. Мотоциклы и уникальные автомобили в город доставили спецрейсом МЧС. Александра Толкачева, Алика Ващенко, программа «Наше время». Севастополем. 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 Севастополем.